И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен турнирным событиям, которые у нас пройдут уже на следующей неделе. И краском болельщиков очень многим интересен вообще выбор, да, и многие не знают, за кого стоит брать. Ведь у нас к этому приурочен определенный ивент, за который вы можете дополнительно заработать контейнеры, набивая звезды в игре. Плюс, если вы выберете краску, одну из четырех, и эта команда выиграет турнир, то вы дополнительно, ко всему прочему, получите плюс пять контейнеров. Да, не такая уж большая сумма, но в общем и целом лучше, чем ничего. И для кого-то это, наверное, тот самый видеоролик, в котором вы бы хотели услышать от меня лично команду, которая выиграет. Сегодня я постараюсь изложить свою точку зрения, высказать свой определенный предикшн. И ближе к концу видеоролика расскажу еще одну мысль и идею, которую я придумал, связанную с красками болельщиков и с этим всем непосредственно ивентом. У нас имеется четыре краски, это те четыре команды, которые вышли в плей-офф, а именно феечки, ревенш, тимпоинтерс и пингвины. И у вас есть право выбора одной краски из этих четырех. Больше одной вы приобрести не можете, как только вы приобретаете одну, сразу же все другие краски у вас пропадают из гаража и вы непосредственно становитесь болельщиком одной из этих четырех команд. Ну и стоимость, как вы видите, одной краски и десять тонкоинов, но это явно не какая-то неподъемная сумма. Я думаю, что у каждого такое количество тонкоинов есть, при этом в раскладе, что если вы будете набивать звезды и больше, вроде как, тысячи набьете за эту неделю, я имею ввиду за следующую, то в сумме получите 15 контейнеров, ну и плюс, как я уже сказал, если эта краска, за которую вы купите, выиграет, вы дополнительно еще получите 5, и в сумме у вас будет 20 контейнеров, что является довольно-таки неплохой суммой для открытия. Может что-то угодное дропнуть, какие-нибудь красочки, устройства, ну все прочее, да? Ну не 15 же белых, правильно? Что-нибудь интересное, я думаю, что дропнет. Если сказать немножко больше о красках болельщиков, те, кто давно подписан, знают, что это для меня, наверное, такая наболевшая тема, да? Я давно хотел получить краску болельщиков именно за непосредственную команду Team Pointers, за мою команду. Я думал, что эта краска появится на последнем, который у нас был, да, то есть на предыдущем межклановом чемпионате, но, к сожалению, там у нас никаких красок не было. Здесь уже в первом сезоне выходят краски, но это краски, которые не будут оставаться навсегда. Да, это краски, которые сменные, и они будут до финалов следующего сезона, то есть примерно на 3 месяца. Это явно, наверное, не то, что я хотел видеть. Ну и плюс данные краски не имеют никаких уникальных логотипов, которые, например, были у нас на красках в 11-м межклановом чемпионате. Соответственно, краски болельщиков, это хорошо, что они вообще в принципе есть. Это круто, но это немножко не то, что я хотел. Ну а что касаемо самих предикшенов и моих мыслей по поводу того, кто же выиграет, потому что я думаю, что большинству интересна именно эта позиция, да, кто же победит. И здесь я для себя составил такой вот небольшой предикшен, который у вас прямо сейчас появится на экранах, с турнирной таблицей. К слову, сайт тоже есть у нас, посвященный данному ивенту. Очень круто сделанный, круто реализованный. И, ну, выглядит довольно-таки неплохо с точки зрения того, что это как бы новая программа проведения турниров. И это первый сезон. Выглядит солидно. Ну и я надеюсь, что в дальнейшем оно будет не оставаться на одном уровне, а будет только улучшаться и будут появляться какие-то новые изменения. Что касаемо предикшенов. Есть у нас первые две игры, это 16 и 17 числа, где Реведжи сыграют с Тимпоинтера, с Пингвина сыграют с Фейджиками. Свою команду я сразу же говорю, что я не буду никакие давать ни преддикты, ничего. И не буду вообще как бы в это дело вкидывать и говорить, что как-то там куда-то мы пройдем. Поэтому я сразу ставлю на четвертое место. И забываю про то, что команда такая вообще в принципе существует. Ну и если смотреть 16 число, то есть Реведжи выигрывают Тимпоинтерс, проходит у нас финал верхней сетки, Пингвины соответственно также выигрывают Фейджик. Я мог бы конечно здесь попредположить какие будут счета, но что касаемо Фейджик Пингвинов, я думаю, что там 4-0 железная, бесшансовая Реведж Тимпоинтерс, наверное 3-0, может быть максимум 3-1. Реведж Пингвины дальше будет очень интересная встреча в верхней сетке, которая, ну наверное таки, с небольшим перевесом уйдет в пользу Пингвинов. По моему личному предикту, будет близкая равная игра и Пингвины попадут уже непосредственно в гранд-финал. Что касаемо нижней сетки, то 18 числа Фейджики выигрывают Тимпоинтерс. Также без шансов, в ноль, без малейшего даже возможности на какой-то там камбэк и все прочее. Фейджики проходят в малой, получают, нет, это финал, финал нижней сетки, где играют против Ревенджа в упорной борьбе. Ревенджи выигрывают данную встречу, проходят в гранд-финал, но в гранд-финале их ждут все те же Пингвины, которые выигрывают данное событие и закрывают первые Танки Спортсезон со своей победой. Именно такой предикт, именно такую цепочку для себя выставил именно я. Но не сказать, что я, конечно, там для кого-то, наверное, говорю какие-то новые вещи, да. Для кого-то это дефолт, который видит каждый. Ну, а если вы для себя рассматриваете какую-то другую цепочку, то вы, в принципе, можете прямо сейчас перейти в группу ВК, ссылочку на нее в описании. Я оставлю, может, даже закреплю комментарий, где увидите пост с данным предиктом. И в описании к нему можете, если вы желаете поучаствовать в конкурсе, сделать свой предикт на исход данного турнира. И если вы угадаете исход каждой встречи, я имею в виду именно победителей, и разложите на картинке примерно такую же цепочку, как я сделал, но я имею в виду именно вы переместите все команды, у нас есть сам. Ну, я думаю, что я приложу даже ту картинку, которая есть, да, и вам надо просто поперемещать команды и разложить победителей, да. Если вы угадаете все победители, то от меня лично, в дополнение ко всему, я выдам первому победителю, кто первый все выполнит, отправит и сделает, грамотно по красоте, 10 контейнеров. 10 контейнеров, ну, для кого-то, может быть, это какой-то маленький приз, ну, для кого-то, может быть, это что-то солидное и то, что вы хотите увидеть. Поэтому как-то так. Надеюсь на то, что вы свои предикты также будете выкладывать. Ну, те, кто, конечно, желает, кто не желает, я заставлять не могу. Ну, а для себя я покупаю эту краску, которую я хотел лично видеть уже давным-давно в своем гараже. Я надеюсь, что на протяжении этих трех месяцев вы меня будете видеть только на ней. Ни на какой другой краске вы меня не увидите. Я не думаю, что я захочу ее переодевать. Конечно, всякое бывает, но я для себя лично думаю, что эта краска будет на мне на протяжении всего данного периода времени, пока она будет у меня в гараже. Поэтому как-то так, друзья. Покупайте краску. Мой совет вам. Я думаю, что уже известен для тех ребят, кто хочет реально подформить дополнительное количество контейнеров. Ну и делайте свои предикты. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому всему поводу. Прожимайте лайки. Подписывайтесь на канал, если понравился данный контент, данный видеоролик. Возможно, что-то еще непосредственно первого танкиспорт-сезона, самого ивента, выйдет на канале. Но пока это вся информация, которую я хотел изложить вам. Спасибо всем за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok